Знаете ли вы, что в нашем мире происходит борьба такая между элитами, в элитах, которые имеют старое родословное, так будем назвать, аристократы или олигархи, происходит борьба, их борьба за сохранение своих родовых сетей, общин родовых. То есть Соединенные Штаты, допустим, стараются разрушить мусульманский мир в Сирии, в других странах, там не получается, они концентрируются здесь. То есть смысл в том, что семья или разросшаяся семья, большой род, становящийся кланом, может быть кастой, может быть варной, род разрастается. Он является конкуренцией государственной власти. Слишком большое влияние авторитета семейного может стать в определенную контуру с государственными законами или же с властью государственной. То есть считается, что такие образования родовые, они как бы государство в государстве. Они могут жить по своим законам, закрытые, допустим, как евреи живут. Казалось бы, они живут в определенном государстве, но у них свои законы. Они становятся чиновниками, адвокатами, докторами, и в их мире законы играют второстепенную роль. Прежде всего они добиваются цели, а законы не играют никакого значения, только потому, что в их среде так принято. То есть у них свои законы. И эти противоречия, они наглядно показывают, как то, что называется, коррупция или лоббизм. То есть они могут организоваться таким образом. Это род, это семья. И, естественно, они более жизнеспособны, как группа. И поэтому, когда они приходят в власти или же там уже имеющиеся аристократы, они всегда, всегда стараются разрушить чужие семьи. Это как в мире животных. То есть если семья поднимается, это уже угроза для государства. Представьте, дагестанские большие там семьи, роды, это считаются уже мафиозные кланы, получается. То есть в их среде свои законы, своя иерархия и свои дела, так сказать. Они там не слишком скрупулезно следят за соблюдением закона. То есть может обходить, дают взятки, где нужно. И поэтому государство не заинтересовано, с одной стороны, чтобы были большие такие семьи, которые становятся, разрастались в кланы. И если сейчас, допустим, политика государства изменилась, и они считают, что большие семьи это хорошо, нужно как можно детей, потому что падает рождаемость, понимаете, рождаемость падает, демографический кризис. Что делать? Нужно каким-то образом сделать так, чтобы люди начали плодиться, чтобы у них много было, чтобы в семьях было много детей. Но как только это начинает происходить, когда 5-6 детей, следующее поколение, следующее, следующее поколение, и эти все поколения объединяются в большую семью, это становится проблемой для государства. Ибо государство начинает бороться, либо происходят какие-то конфликты, и происходит разрушение семьи. Временами это просто на идеологическом уровне происходит. Как это делается с помощью западной демократии, которая в настоящее время проповедует свободные отношения, мужчины уже не мужчины, женщины должны иметь свои права, гомосексуалисты, свобода слова, свобода всего. И все это кончается тем, что молодые люди, имеющие детей, ждут, когда эти дети в конце концов вырастут, а потом их выгоняют, и чтобы самим уже пожить, как бы пожить. То есть ни о какой семье речи не идет. Видим, как это все происходит. Хотя в аристократическом мире совершенно наоборот, они берегут, потому что у них есть понятие наследства, есть понятие взаимопомощи. И это совершенно другой мир. А в мире обычных рабов не должно быть большой семьи. И поэтому нужно понимать, что государство, оно как бы, это монстр, это система безжалостная, в общем, где наверху сидят очень хорошие дяди, которые и тети, которые дают указания своим подчиненным, эти подчиненные дают своим подчиненным, те своим, и все стараются выполнить, из кожи вон лезть, выполнить это задание, в конце концов, вплоть до самых-самых таких нелицеприятных действий. То есть система, она слепа, глуха к человеку, который внизу находится. Пришли, сказали этому полиции, пришли, пришли, пум-пум, дубинками отдубачили, забрали все, что там, это самое, еще иногда подкинут что-нибудь. Для достижения результата, да. То есть система несовершенна. А создание совершенной семьи – это, так сказать, большой труд. И в нормальном мире, если человек хочет быть счастливым, и хочет, ну, как бы, находиться в кругу своих близких, он должен думать о создании этого собственного круга, собственной жизни, собственной семьи. А если человек поднялся чуть-чуть, да, то у него есть близкие, родственники, и он может их подтягивать под определенные задачи, которые нужно выполнять. Соответственно, помогая им, и эта взаимопомощь, ну, как бы, окупится. Нужно создавать собственные организации, кровные организации. Нужно иметь много детей, и это будет хорошо. Это на старости люди понимают, как хорошо быть окруженными внуками, большим количеством бегающими, маленькими этими лобузами. А пока человек молодой, он об этом даже не думает. Нужно думать об этом. Нужно думать о том, как начать. Не нужно бояться. Субтитры создавал DimaTorzok